Я хотела ее связать с детства, но она у меня не связывалась, потому что меня отдали учиться на аккордеон, и мне он не нравился. И поэтому у меня жизнь быстро с музыкой развязалась. И когда уже я стала подростком, я поняла, что я ненавижу связанность своей с музыкой, потому что она мне была связана с аккордеоном. И я все забыла. И я настолько это оттергла и возненавидела, что я забыла ноты, забыла все. Я просто оттергла. И когда я приняла Иисуса в сердце, в этот же момент я увидела, что такое хвала. Я просто увидела людей поклоняющихся, на меня это пришло. И я, конечно, могла бы только мечтать, как я хотела бы так быть в Боге и жить, поклоняясь, и этому отдать свою жизнь. Я только об этом мечтала. Но Господь это сделал. То есть я не решала. Я об этом замечтала, когда покаялась, и Бог это сделал. Сделал это очень легко, просто и довольно быстро. И без всяких подготовительных процессов я просто вошла в это много лет назад. Первое. Вот никогда нельзя пренебречь вопросами детей. Мой первый вопрос был, когда мне лет пять было, и это было связано с Пасхой, Христос воскрес. Я думала, это ничего не значит. И я спросила у мамы, что такое Христос воскрес. Я думала, это ничего не значит. Просто мы били яйца и говорили это. И мама рассказала то, что рассказывала и бабушка про Иисуса, который приходил на землю, который всех исцелял, и потом любил людей. И он потом был распят на кресте и ушел. Потом воскрес и ушел. И в тот момент на меня сила Божия пришла. Я тогда этого не понимала. Но я сказала, мама, ты знаешь, это настоящая правда. Это такая правда, что сильнее этого я не знаю. Но я подумала, что Иисус ушел, потому что Его распяли, Он воскрес и ушел от нас куда подальше. И потом... Но меня это держало. Я не могу сказать тогда, что Господь пришел в мою жизнь, но Он удостоверил меня, что это правда. И потом вот юность мою и, так сказать, раннюю молодость, я очень часто думала о кресте. Я как-то представляла себе Иисуса на кресте, и меня содрогало это. И уже, когда мне было лет 25, и я, конечно же, не могла сама до многого додуматься. И потом мне попалась Библия. И я не читала ее никогда. Но когда я начала читать, я стала злиться, потому что Иисус говорил о себе так, что я только я. Через меня к Отцу можете прийти. Только через меня. И меня это даже стало злить, потому что в моем мозгу уже много всего там наросло. Но я уже думала, что есть много путей к Богу, есть много разных воплощений Бога и так далее, и так далее, и так далее. Я уже была молодая, молодой человек, молодая девушка. Но я увидела, что Он говорит о себе только я. И потом Он сказал, мои знают меня, и я знаю своих. Вот это слово мои меня прорезало, потому что я о нем много говорила, но я не была его. Вот это простое слово мой меня просто остановило, я заплакала, потому что я не была его. Я говорила о нем, я переживала за него, я считала, что мы его распяли там незаслуженно, но я не была его. И вот потом каким-то образом интересным меня привели в церковь. Живую, я не знала, что это такое. Я думала, там просто быстренько крестятся, так веселенько ставят свечки. Но оказалось, там люди, простые люди стоят с гитарой, поют, очень просто поют. И вся церковь поет с ними Иисусу, которого я не вижу, но они все поднимают руки, поют. Бабушки и маленькие дети. Я сзади, мне это потрясло, потому что я уже тогда связала свою жизнь с театром там накануне. Я знала, как трудно держать зал. 30 человек, это очень тяжело, ты весь отдашься, чтобы держать зал. Но здесь никто не держал их, они просто поднимали руки, пели. Я потрясена была. И потом слово, и опять это слово. Мои знают меня, опять оно меня встретило. Мои знают меня, я знаю своих по имени. Я вывожу их, вожу их, я добрый пастор. И вот тогда я отдала жизнь свою Господу. И вот тогда я поняла, что между мной и ним ничего нет. Нет моих мыслей, нет никаких-то моих представлений. Или что я о нем думаю, что я его. Я это ощутила очень сильно, что я его, он мой. Это невозможно передать. Либо ты его, либо нет. Либо ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься его любовью, либо нет. И это либо тьма, либо свет. Вот это я очень четко тогда пережила. Потом я открыла ту же самую Библию. И вдруг на меня хлынула живая вода. Я читала ее, и я не могла понять о чем. Но я знала, что это да, да. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. Оно было вначале у Бога. И я начала просто пить это слово. И я поняла разницу. Я любила читать. И так сначала я читала Библию как книгу. Но теперь я стала ее как живую воду пить. И вот так это произошло. Сейчас я выбираю жить тобой. Сейчас я верю, ты Господь живой. Сейчас хочу я слышать голос твой. Сейчас, сейчас я жду и верю в чудеса. Сейчас живу я духом в небесах. Сейчас ищу я твоего лица. Сейчас. Слава в славу, из веры, веру, ведешь ты силою своею. И слава в славу, из веры, веру, ты совершаешь нас. Это твой день, пусть твой огонь горит. Это твой день, твой дух живо творит. Это твой день, открытый небеса. Это твой день, твой мир, твой час. Сейчас. 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 Сейчас я выбираю жить тобой. Сейчас я верю, ты Господь живой. сейчас хочу я слышать голос твой сейчас сейчас я жду и верю в чудеса живут небеса сейчас ищу я твоего лица сейчас славу ты будешь мой ты здесь а а а а а это твой день твою лучшего творит это твой день открытые небеса это твой день помни, Господь, твой час сейчас, да, 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 Господь сейчас, да, 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 да сейчас, да, 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 Господь сейчас сегодня ты творишь все новое сегодня весь я твой сегодня верю в твое слово я сегодня ты живой сегодня ты творишь все новое сегодня весь я твой Сегодня верю в Твое Слово, я сегодня Ты живой, Ты живой. Это твой день, пусть Твой огонь горит. Это твой день, Твой Дух живо творит. Это твой день, открытые небеса. Это твой день, пойми Господь, твой час. Сейчас, да-да-да, Господь, сейчас. Сейчас, да-да-да, Господь, сейчас. Сейчас, да-да-да, Господь, сейчас. Сейчас, да-да-да, Господь, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, да-да-да, Господь, сейчас. Я увидела, что люди поют, поют простую песню, красивую, но простую. Те, кто играет и поют на сцене, они не стараются там потрясти всех. Они простые ребята, они просто начинают и все подходит, что музыка, мелодия, так сказать, песни и Дух Святой, которого я ощущала вначале, как такая вот покрывающая любовь всех, сила, жизнь, здоровье. Это все было прямо в этом зале. Это соединено. Я увидела это, как только я вошла, с первой секунды, я увидела, что это соединено, что это сошло из Бога изначально, и что это когда к Нему возвращается в хвале, это имеет такую славу и красоту, что я еще тогда сразу руки поднялась, стала подпевать, еще не понимая, что я делаю, я была стеснительна на тот момент. Несмотря на то, что я до этого была и бойкой, но жизнь потрепала уже, какие-то определенные были потрясения. Вот, и просто я увидела, как это имя Иисуса, которое поется, как будто ангелы подсоединяются к этому. Потом я узнала, что они тут присутствуют и тоже присоединяются. То есть мы и с ангелами поем, и со всеми святыми поем, по всей земле они поднимаются, хвала поднимается. И она, да, она, конечно, связана с музыкой. Вот, по сути, я это увидела, и мне Господь показал просто в первый же день, что я буду это делать, что я буду вести людей в поклонение. Мне это показал, я не поверила в это, потому что голоса у меня не было. Но он мне показал так картины довольно-таки четко и ясно, поэтому у меня и выбора не было. У меня был выбор, наоборот, как-то согласиться, потому что я думала, вот я пришла к Богу, что я теперь буду так тихо жить, ну, буду тихо так, тихой мышкой жить. Вот так я думала. Я готова была, потому что я им наслаждалась. Но он мне сказал, нет, ты будешь стоять, ты будешь петь, высвобождать. Ну, показал мне, я не поверила в это, что будут люди других наций петь со мной. Но я тоже в это не поверила сейчас, я это вижу. Если бы я выходила петь просто, я бы, наверное, ловила какие-то свои чувства и на них бы я опиралась. Ну, например, я бы хотела почувствовать страдание, если я пою о страдании, или там как-то себя повеселить, если я о радости, ну, что-то типа этого, да. Но если я иду и поклоняюсь Богу, то я знаю, что я делаю это не своими чувствами и не своим умом. То есть вера и Дух Святой, они не идут вместе с нашими чувствами. Как Библия говорит, мы живем верой, но не видением, или верой, но не чувствами. Поэтому, когда я выхожу, я молюсь Богу, и я стараюсь эти чувства любые, просто я их перешагиваю. И они могут быть великолепными моими, собственно, могут быть разными. Годы идут, разные дни, разные утра, разное время бывает, я просто это перешагиваю. Потому что есть такой образ в Библии, когда священник входил во Святое Святых, он снимал свою одежду и надевал то, что ему нужно. Одежда священника, не черная это, не черная коробка на голову, что-то другое. Определенные вещи, которые в Библии прописаны, и в них есть образ Иисуса. И вот это очень сильный образ для меня, просто снять то, с чем я пришла, и надеть, что мне Бог дает. Во-первых, я верю, что Он здесь, я верю, что Он во мне, я верю, что Он окружает меня, что Он любит меня, что Он принимает меня, что сейчас хвала, которая поднимется в церкви, она идет прямо при лицо Иисуса. И это я верю, я с этим прихожу. И мы в это входим. В общем-то, раз за разом, собрание за собранием. Я не знаю, как это выглядит, но я переживаю очень сильно, я переживаю Бога, Его любовь, Его радость, Его мир. И тогда вот, интересно, что я чувствую. Тогда я чувствую просто иногда взрыв, иногда кьян любви, иногда вот такая вот радость, вот такое вот что-то. Ну прям вино, настоящее вино, как вино, только это вино Духа Святого. И я могу пьяной от Духа Святого, хотя я тут же могу прийти в себя, как так сказать, ну прийти в такое здравое положение. Или мир, который все покрывает, растилается, как огромный океан и так далее. Вот тогда интересно, что чувствуешь, когда ты уже от Бога принимаешь. Там просто, знаете, как играющий алмаз или как потоки играющей воды. Это вот такие чувства. Ну хорошо, для меня я начинала просто открывать Библию и петь просто то, что там написано. Потому что хорошо все-таки Господу петь то, что Он и говорит. То есть не то, что я там думаю, а то, что Он говорит. Я просто поначалу просто пела Библию. Это очень хорошо. И опять это облако славы, оно тебя наполняет, потому что петь Слово Божие – это благословение. И мы придерживаемся. То есть текст песни я всегда смотрю на слово. Насколько оно ближе или дальше от слова, что это вообще. Если я просто скажу, Господи, мне плохо, я там бедный, несчастный, ничего не получится, все плохо, ничего нет на горизонте. Но где-то ты есть. Это будет текст. Но в нем не будет того, что истина, что Бог пришел в меня. И Он никогда меня не оставит. И даже если что-то плохо, то Он никогда меня не оставит. И уже сейчас Он это решил. Если я просто поблагодарю Его за то, что Он решил, то я просто увижу, как это решено. И это откровение, это просто от того, насколько ты знаешь Бога. И я лучше спою Ему, благодарю тебя за то, что ты это решил. Или за то, что ты мне дал. Вот так. И тогда я просто получаю благословение, понимаете. Или я просто из своего ума что-то возьму. Поэтому иногда просто приходят какие-то слова любви или слова веры. И они приходят изнутри. Вот так изнутри приходят. Наверное, даже я их как-то получаю. Нисколько я их придумываю. Ну и записываю. Но смотрю, если это соответствует Писанию. Потому что это все-таки наше зеркало. Писание – это жизнь. Я как рассказала, я пила его, как реку. И до сих пор пью. Это сам Иисус. Он все открыл о себе в слове. Он ничего не скрыл о себе. И мы когда смотрим на Писание, мы можем увидеть и так его. И отсюда, и отсюда, и сверху. Отовсюду. И можно посмотреть, то ли я вообще поют. Вот так как-то. Я принял веру в глаголы вечной жизни. Они внутри меня. Я принял веру в глаголы вечной жизни. Дух усыновления. Бог меня нашел и поставил, чтоб я шел и приносил плод. Бог меня избрал, чтоб плод мой пребывал. И прославлял во мне Иисуса, прославлял во мне Иисуса. Моя вера радуется и торжествует. Восклицает, поет и танцует. Я принял веру в глаголы вечной жизни. Они внутри меня. Я принял веру в глаголы вечной жизни. Дух усыновления. Бог меня нашел и поставил, чтоб я шел и приносил плод. Бог меня избрал, чтоб плод на гребывал. И прославлял во мне Иисуса, прославлял во мне Иисуса. Моя вера радуется и торжествует. Восклицает, поет и танцует. Ликует и веселится. Идет вперед и ничего не боится. Дух победителя во мне Иисусу. Иисусу говорю да, Иисусу говорю да, Иисусу говорю да, Иисусу говорю да. Вес я твой, моя вера радуется и торжествует. Восклицает, поет и танцует. Ликует и веселится. Идет вперед и ничего не боится. Дух победителя во мне. Моя вера радуется и торжествует. Восклицает, поет и танцует. Ликует и веселится. Идет вперед и ничего не боится. Дух победителя. Дух победителя. Дух победителя во мне. Дух победителя во мне. Он вдыхает нас. Он и вдохновляет. Потому что он есть жизнь. Он есть наше дыхание. Он есть все. По сути в этой жизни мало что может нас вдохновлять. Я сама была увлечена. Я эмоциональный человек. Я любила музыку и живописи. Пятое и десятое. Но это немножечко может добавить какую-то краску в твою жизнь. Но если ты вдохновишься чем-то таким тленным, то рано или поздно оно придет в тление. В земное. И оно так как-то раз и рассыпалось. Вот вроде вдохновился и оно рассыпалось. Если от Духа принимаешь вдохновение, оно приходит как такое, как ручеек. О! Сделай это. Сделай это как побуждение. Сделай это. Спой вот так. Сделай это. Так легко. И так ненавязчиво. И так сладко от Духа вдохновляться. И потом ты говоришь, господь, это ты сюда меня привел. Это оказывается ты такой. Фух. Я думала, я просто сделаю маленький шаг. Я думала я просто сделаю там, ну спою тебе немножко или что-то сделаю. Оказывается, ты мне хотел вот это открыть. Он свое богатство нам открывает. Он не скрывает себя. Он вдохновляет нас Духом, чтобы открыть себя. А это бездна. Это бездна. Он прекрасный. Иисус лучше его нет. Отец Бога. Нет слов о нем. И он хорош, он благой. Он великий. И столько можно говорить о нем. Но Дух именно вдохновляет, чтобы мы его увидели. По сути прославление, оно адресовано Богу. Мы же не себя прославляем. Не просто о чем-то хотим вдохновиться и упасть. Мы хотим Бога познать. Вот он и вдохновляет нас. Первое, наверное, я бы порекомендовала, это держать свое сердце чистым. И если человек, которые хотят заниматься музыкой в Боге, Богу петь. Потому что если просто хотят заниматься музыкой, будь прилежным и занимайся музыкой. Если ты хочешь петь Богу, держи свое сердце чистым. Это очень легко делать. Ты просто говори Богу, проси у него прощения, очищайся от него. И он направит твое сердце. Потому что чистое сердце, оно увидит Бога. Если ты его не видишь, как ты будешь ему петь? Как ты его, как ты вообще поймешь, что это перед Богом? Потом бы я порекомендовала, я бы желала, чтобы те, кто хотят петь Богу, чтобы они очень его хотели. Такая жажда была у них. Такая вот страсть по нему. Какой ты? Вот хочу тебя узнать. Хочу тебя вкусить. Вот взяться за тебя и не отпускать. Какой ты, Бог, откройся мне? Ты какой, Иисус? Ты кто? Я хочу тебя знать, хочу тебя вкушать. Он говорит, вкусите меня и познайте, как я благ, я хороший. Я пришел к вам, отдал свое тело, отдал всего себя, чтобы вы меня приняли. Я отдал себя за вас, а дальше он воскресший царь. И он привел нас на небо, и мы тогда можем всю его силу и все его богатство принимать. И вот какой ты, Иисус? Эту жажду я бы очень рекомендовала и желала бы, чтобы молодые люди, они просто просили бы Бога самого об этой жажде. Он может дать и жажду. Он может дать чистое сердце, он может дать жажду. Конечно же быть прилежными. Заниматься, учиться, учиться музыке, учиться пению, заниматься, делать свое дело прилежно, ненебрежно, стараться и хранить себя от идолов. Потому что музыка, она очень близко с идолопоклонством. Музыка, она сплошь пропитана идолами. И молодые люди, они сплошь пропитаны вот тем, что этот мир навевает. Это очень много. Это давит на них. Это такие приоритеты приносит к ним. Какая музыка должна быть. А она наполнена тьмой. Потому что многие кумиры, которые стоят перед молодежью, если копнуть, 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 а дальше ты приходишь в такую тьму, что потом в разочаровании многие гибнут, когда узнают, что за звезда или что стоит за этим течением. Сейчас очень много информации. Чтобы молодые люди, они просто свое сердце хранили в Иисусе. Иисус, я хочу тебе поклоняться. Покажи мне. Потому что если Бог может очистить от многого и поменять многое, то идолов ты отвергаешь сам. Ты просто говоришь, я убираю это. Я не хочу этого. Открой мне, Иисус, как мне петь? Открой мне, как мне играть? Открой мне. Он открывает. Он не скрывает себя. Дух близко. Он в нас. Он движется в нас. Он работает в нас. Он созидает нас. Он креативный дух. Самый большой, творческая личность, самая большая – это Дух Святой. Им создано все. Он веселился перед Богом, когда Бог создавал все. Дух Святой веселый. Он очень сильный. И Он может все. Поэтому Он научит всему нас. Нас немощных, которые воспринимают, может быть, миллионную долю из этого. Но Он научит нас всему. Но чтобы молодые люди себя старались сохранить. Потому что я видела очень многих, которые начинают петь Богу. И потом им хочется какой-то популярности. Они выходят. Они говорят, о, нас признали. Мы сейчас тут пойдем еще дальше. О, мы сейчас можем тут на разогреве петь там у какой-то группы. Оп! И через несколько лет человек разбит. Его не разбил Господь. Он просто пошел не туда. Он себя от идолов не сохранил. Вот от этого, знаете, желания, от того, что стоит в этом мире. Это слава человеческая и так далее. Страх перед неизвестностью и, скорее, желание зацепиться за то, что уже популярно у людей. Вот я бы посоветовала просто уберечь свое сердце. Бог знает, как уберечь свое сердце. Потому что из молодых людей сейчас Бог такое творит красивое, что просто удивляешься. Они будут больше нас. Они будут выше нас. Сильнее нас. Дальше пойдут. Больше увидят. Это люди пробуждения. Грядет пробуждение на эту землю. Это люди пробуждения, которые будут петь на этой земле. И слава Божья будет высвобождаться. Исцеление, чудеса, знамения, сила Божья. Мы увидим такое, что мы, может, кто-то верил, кто-то не верил, но мы увидим такое, чего никогда еще не было на этой земле. Это будет через молодых людей. Поэтому я им желаю услышать это, поверить в это и входить в это. И хранить себя от идолов. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ